сентябрь последние числа обещают с понедельника ухудшение погоды сворачиваемся понемножку все тыквы пойдут на цукаты в этом году тыквы не очень в принципе хватит и как это все срезать хотя пора потому что сразу это все не срезать бабочки появились концу сезона извините оса моя цветущая яблонька пришлось снять яблоки потому что она наклонилась яблочек убрала в общем сразу на компост и получается сначала ведро потом ящик а потом перебираешь и выбрасываешь надо какой-то этап пропустить дни стоят необыкновенно теплые когда холодно не больно поторапливаешься а так надежда теплится может еще постоят деньки так можно и обмануться вот и яблонка уже желтеет дуб нет березки да заморозков вообще не было таких чтобы бархатцы подмерзли они вообще только минус один по моему выносит так один раз только какой-то полосой прошел морозит тыквы подморозил шланги бочки нет не замерзали яблок много а следующий год не будет сливы я вообще не поняла то ли они были то ли нет в общем поесть были варенье сварила больше не надо потепление потеплением обешипая земляника земляника ежевика у нас перестала возревать хорошо бы скатить но надо заняться огородом второй день перекапываю эту клумбу отправляюсь от тибетской малины это надо выбрать все крышки ну вряд ли это удастся здесь буду плому сажать рядочками до тыквы еще совсем не созрела пусть сидит морковка так себе но сладкая и вкусная она набрала своих сахаров стала сочная сладкая и вот когда только выкопаем тогда вот и надо копать ее постепенно с собой я ее не возьму будем пить сок и делать халву из моркови все листочки полетели скоро гасит и грибстит халва из моркови делается просто и и очень вкусно тем более морковь надо сейчас есть потушить морковь со сливочным маслом тертым под крышкой потом до мягкости потом добавить пол банки сгущенки на три стакана тертой моркови туда чуть кипятка и столовую ложку манки и все это мешать до густоту нужной главное манки не переборщить очень вкусное блюдо главное что морковь можно утилизировать много сразу съедается быстро не все же морковь кусок толкать я надо сейчас есть жары даже прудик засвел чистить надо много моркови есть вредно много томатов есть вредно клубнику много нельзя аллергия может быть черноплодку много нельзя давление может повыситься ну и так далее а у меня не супермаркет что выросла то и ем на спел клубнику я в клубнику алина поспела я малину черную самородину эту точнее как я могу есть то что еще не созрел и не есть то что созрел вверху кидачу а во вторых ты же выращиваешь то что ты ешь значит ты это любишь и остановиться сложно не выращивать природу все сразу и в течение всего года вот бабочки птички вот астры растула они астры питаются рябину поспела они склевали всю рябину это про птичек поспела черноплодка все склевали вообще ни одной ягодки не оставили я варенье успела доварить сейчас на калину перекинуться недели две до этого усиленно клевали яблоки будут клевать вот-вот надо пособирать хотя его много наверху я все равно не достану это птичка в общем то что выросла то я ем не жалко пропадает а ем я больше с куста заготовки что-то пассово эти заготовки теперь не уходят и не только они жалуются дети приезжают ничего не берут ничего не едят по супермаркетам ходят и правильно питаются дозировано а я питаюсь по мере созревания как птички в общем вот этот клематис написано что можно его пересадить в горшок потому что очень поздно просыпается все время я думаю что он пропал если успеет опер сажу а если не успею попробую накрыть бутылкой очень надо подумать у кроты тоже питаются морковку поспела лишь морковку едят поспела картошка созрела значит картошку нет кроты не едят они копают а по этим ходам идут крыски и вот они съедают по мере созревания дачники чуть припоздали сегодня суббота утром рано в субботу правильно на дачу говорят минут сорок лететь но все лучше чем четыре часа в пробках где же вы бабочки летом были сейчас наверное пыльца то уже не такая вернее нектар хотя ночи 14 градусов у нас летом таких температур не было вот это хризантамка вообще не зимует в грунте вот туда я на эту комбу пересажу на перстянки ну и часть прострелах попробую попробую под бутылки в общем работаем нисколечко не убавилась эту работу может только мороз прекратить одним махом и снегом и все беленькое все хорошо не знаю сорт этой жимолости надо как-то поинтересоваться цветет постоянно все лето до самых морозов и рано зацветает а лимонника в этом году нет вообще нет можно сказать он хорошо цвел но замерз красавец костик соседи привезли для кос ну на всю зиму хватит цену ну какие же у него классные семена и лист розовый розовый все иду копать морковку делать халву но это уже вечером а видимо прополка клумб подождет до весны такой ветер обрепихал еще и кизил надо собрать перстянка красавица тоже молоденькой зацвела удивительно но в этом году кизил поспел надо срочно снимать пока весь не опал а вообще не каждый год с этого можно даже джим сделать обычный потому что жесткий а в этом году мягкий крутик ну как вас срезать а пора пора каким ветром сейчас чем-то на душе подождать и подождать и подождать и